Да, сетка-то уже есть, кстати говоря. Да, сетка-то уже есть, а сетка-то уже есть. Мастер Вася, наверное, первый тук там. А, вот, вижу. Я думаю, мастер Вася справится. Так, попросил Пашу заинвайтить. Заинвайтить меня в первый тур. Так, секундочку. Так. 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 Вороток Фолленджера уже 2.0 отмечено. Что-то я не понял. А почему так отмечено? Что-то я не понял. Так. 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 Вороток Фолленджера не нашел, а что с ним не так вообще? Так. 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 Так, ну пойдем пока в другую игру, а потом тогда туда. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, начинается игра, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь у нас у Александра Гейт, Люцифер от Велоцираптора оказывается. Субтитры сделал DimaTorzok Браток, я чуть не понял, почему продвинут в сетке, ну что-то продвинут в сетке сейчас. ДимаTorzok ДимаTorzok Так, короче... Мазеркор строится. Ну, у Александра Нексус пилончик здесь с краю против риберов стоит. Ну, кстати, такое странное положение пилонов около минеральной линии, вообще их нету получается. Выясняю параллельно, что там с парой братка, почему продвинули уже так сразу вперед. Возможно, Фоллинджер поставил уже это поражение. И не стал почему-то играть, не знаю почему. Фоллинджер Так, пилончик пошёл здесь. На мэне пилончик. Второй базы пилончики. В общем-то, Александра через адептов вышел в робо-абсервера. Сейчас пролетать над минкой будет. И в итоге робо-бэть и стабилизаторы, я так понимаю, будут здесь. Пилончик. Что-то ходит тиран туда-сюда, а вот пошёл вперёд у нас велоцираптор. Добавлять ещё депошку одну. Ну, может, бункер здесь имело смысл впилить, но бункер лимита не даёт, поэтому две депошки будут впилены. Застройка не совсем прямая получилась. Плюс два барака, стимпак будет поздним. Пришёл сейчас велоцираптор сюда. Марики плюс танк. Есть одна минка. Минка копается. Как-то сейчас эта минка, если жахнет по своим же марикам, будет печально, на самом деле. Адепты телепортируются. С плита адептов идёт. Ну, тут вообще разбирает что-то в хлам, на самом деле. С Александра велоцираптора просто убивает. И сейчас уже... А, это даже не дестабилизаторы. Это колосс. А что за колосс без рейнджа, что ли? Какой-то, да, колосс без... Вот рейндж ток-ток заказан. Пока колосс без рейнджа. Заказан рейндж. Какая-то новая анимация рейнджа, да? Продакшн осталась. Смотрите, какие квадратики тут летают. Кубички такие. Надо бустануть рейндж-то, наверное. А то он долго делается достаточно. 100 секунд. Сканет велоцираптор, видит Нексус. Но проблема вот этого билда Тирана... То есть, если первый выход так провально получается, как сейчас, то Тиран просто сидит, и он ничего не может сделать всё время дальнейшее, так как у него только стимпак заказан. А стимпак 120 секунд – это реально много времени, и тут вообще ничего не сделать. Смотрите. Смотрите. так, в районе третьего Нексус у нас пробки. Начинают добывать Дистанс майнинг до этого был в районе В районе третьего нихса в этом пробке и были Пробиваются камни И с адептом скорость таки сейчас будет готова уже Есть третья ццшка Тем временем начинает добываться Ну кстати продакшн наращивает понемножечку Велосераптор Четвертый колосс уже делается Ну лишил Александра, что стабильно тут сыграет Плюс колосс Пошел скан очередной В рот с армией своей вышел Пробивает камни Скан показывает пустое пространство И делает выход Сейчас обратите внимание Велосераптор по боевому лимиту Фактически сравнялся Что самое интересное Александра пробил все камни В итоге у тирана не будет рельефа Естественных преград Которые могут ему помочь в битве Нужно подходить Достаточно много био здесь Так скан пошел Нужно заходить с лоу-граунда Да получается Танки завозить с лоу-граунда Но это далеко вообще Танки сейчас Сиджет у нас Велосераптор Пытается сагрить Процесс Ну вот сагрил Минус на два марика Коковоса Их пожгли конечно же И все Адептик заходит один Танки разложены Чуть не девать Что сюда летает Прирост не выводится Сейчас вперед Это ошибка на самом деле Адепты пытаются зайти Адептов реально много И сейчас Лиссандра просто развалит Что нафиг Велосераптор Что-то танки Не законтроливает Я не понимаю Куда его контроль Был нацелен Это минус Велосераптор Уже точно Казалось Что вот этот Может что-то сделать Но Он ничего не может Этот выход Уже сделать Потому что Это минус выход Так Колосса идет Два колосса Не туда пошли Сейчас Они могут отдаться Из-за этого Они идут Прямо на армию Тирана Лиссандра Увидел Что они туда Двигаются Но Что-то Не доконтроливает Их вот Сейчас начинает Контролить Заметил Тиран Сейчас колоссы Здесь Ну колоссы Ушли В итоге Ну же Соединиться Армией Нужно же Проатаковать Наконец-таки 2-2 Грэйды Там заказаны И все такое Есть пробка Здесь Можешь сразу Пилун ставить И сюда Хотя бы Намедленно Варп юнита Варпать Забой Лиссандра Отходит Мышка Из-под Ранжа Либератора Там 5 колоссов На самом деле Жгут Неплохо Куретка Колоссов Напекает Сейчас По колоссу Атакует Уже Не знаю Сколько Выстрелов Сделано Слишком Много Продца Это Гагат Продолжение следует... 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 Так, да здесь дело не в колоссах, а в ошибках тирана, конечно же, был основной момент Продолжение следует... Так, точка сбора... Гейтгаз Опять же Здесь у нас У Александра Гейтгаз Не эксус Соответственно, билл будет Уже копится минерала Где эксус будет? Снизу, что ли, прямо? Нет, решил все-таки в кармане Ставить Оказалось, пробка сначала По траектории Сюда поехала Нет, все-таки Эксус здесь Еще один газ пошел Соответственно Мазеркор Закану Здесь у нас репер есть, но репер вперед не летит Репер пока разведку выполняет дома Таки, Брокси проверяет велосераптор Здесь у нас реактор-барак И факта сейчас пойдет Ну, поэмчик Не хренась ее Велосераптор Там 340 Лиссандра Просто Не парится 190 Кликает Пристройка Завершена Резеп готов Резеп готов Так, не понял Что мой стрим Делает на дуюкапе Надо убрать Дуюкапа Мой стрим На тимликвиде Я сейчас и не заметил Хорошо сейчас заметил А тут стрим Совершенно другое А стрим там висит Все, здесь плюс гейты Пошли у нас Дуюкап все идет Как я и говорил Он будет идти одновременно С выборолигой Поэтому нет смысла Его стримить Собственно Здесь раскачивается Нексус второй Понемножечку 37 рабочих на 30 В пользу В пользу Протса Ну посмотрите Что делает Тиран Вот хитрец 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 Очень большой Хитрец Здесь Велоцираптор Пользуется тем Что Протс Играет Без Таргейта Я говорил Уже на этой карте Рейндж Либератором Это просто Сверх вообще Напряженная тема Для Протса Я бы сказал Просто неотбиваемая Если нету воздуха Никакого Не знаю Кто там Чего Юзает Макросы Не макросы Что-то тут Велоцираптор Свой Старпорт Побил Но от этого Рейндж Либератором Не будет Быстрее Делаться Один Либератор Висит Уже за Мэйном Сейчас будет Раскладываться В ближайшее Время Александра Кажется Что-то Понял И Старгит Ставит А он Видел Что-что Делается В Старпорте Что-то Что-то Велоцираптор Сканет Мимо Еще и Марик Обсерв Распугнул В итоге Оп Спокойно Отлетел Просто Подальше И все Рейндж Либератором Готов Нет Отменяет Велоцираптор Рейндж Либератором А зачем Он отменил Рейндж Либератором Я чуть не понял А он Просканил То что Старгит Есть И Решил Что-то Уже Поздно Что ты Делаешь Ну посмотрите Что происходит Разложил Взял Сложил Александра Не реагирует Ничего Не выстрелил Даже Нервничает Что-то Велоцираптор Пофиг бы Остался бы Здесь Да Либератор Погиб Но Оверчаж Ну зато Пострелял Немножечко Возвращается И возможно Сейчас Призму Сможет Заметить Нет Призма Рядом Летит Не Замечает Либератор Эти Тоже Назад Возвращаются Короче Семи Юнитами Велоцираптор Назад Возвращается Адепты Раскладываются Прилетают Либератор Сбивают Призму Естественно Здесь надо За Призмой Законтролить Моряки Что-то от адептов Подстают Сильно Адепты На меню Минеральная линия Были Плюс 1 Тут уже Все Почти рабочие Погибли бы Но Без Плюс 1 В этом плане Кэшатерана Повезло Ну адепты Телепортируются Туда-сюда Попадают В зону Либерации И Минус Все В итоге Юнит И где Призма Кстати Ушла Вот она Летает Рядом Либератор Не успевает Ее принять ЦЦ Садится На третью Равов Много не потерял Здесь нужно Орбиталку Делать На мене Туретка Туретка Обнестись Здесь тоже Туретка Вот первая Ставится Здесь можно Туретку Сделать И на основном Направлении Отсекридарков Лицандра Добавляет Гейтов Делает В этот раз Не колоссов Делает Архивы Темпларов После шторма 5 гейтов Добавляется И уже 6 есть И один из гейтов Шлюбую Я еще не понимаю В принципе Да Один из гейтов В принципе С трех бат Да Они будут работать Здесь Отпиталочка Либератора На патруле Пролетел бы дальше Поискал бы Не летит Почему-то Продолжение следует Идут сканы Здесь Велоциратор Пролетает Четвертую Нексус Фокусит Да Нексус Зафокусил Но Теряет Атак Боится Забрать Нормально И мне Ну Медивак Чудом Здесь Выжил Лиссандра Убивает Все В итоге Кроме Медивака Вот И Феникс Пролетает Такой Вбивает Медивак Один Бедняга Марик Дрогнулся Но Недолго Ему Оставалось Существовать Минус Марик В итоге Здесь У нас Что Здесь Тиран Пытается Развиваться Зона Либерации Зона Либерации Братка Как-то Браток На халяву Там Прошел Первый Тур Волинджер Почему-то Ну Простаял Что Проиграл Не знаю Почему Вот Поэтому Братка Мы Только В следующем Туре Сможем Посмотреть В итоге Адепты Прилетели Что Они Все Толпятся Здесь Тоже Пацаны Толпятся И здесь Пройти Не могут И здесь Просто Такой Ракокраб Какой-то Пошел Здесь В это Время Налом Идет В лоб Пробивает Лиссандра Либераторов Не хватает Явно Здесь Вроде Адепт Пилотераптор Отбил Гонит Оппонент Своего Дальше Ну Еле 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 Но Отгоняет Три Апсера Здесь Все Летают Видимые Под ЕМП Сейчас ЕМП Кончится Скроются Они Наконец Таки Да Вот Уже Невидимые Летят Там Есть Момент Когда Это Происходит Призма Живая Чего-то Не сбить Его Ни как Пристройка Завершена Улучшение Завершено Пристройка Завершена Режим Готов Месторождение Минералов Влизится Освобождение Регай Пищи Раптор Как-то Александра Выше Классом Чем Его Оппонент Поэтому Собственно Все Здесь Изи Просто Кокос Против Братка Бьется Бьется Ли Кокос Против Братка Сейчас Узнаем Играл Ли С Кокосом Паша Или Нет Братка Сейчас я приду. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Вперед... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пробочек несколько братов сбривает Сбривает фи-штормовичка одного Одновременно выход пошел ЕМП будет По одному фи-штормовичку всего попадает ЕМП Остальные где-то здесь входят Энергии много я вижу там у штормовиков Ядерная бомба от братка пошла Стримпачка идет вперед Нужно ЕМП-шить, потому что сзади викинги В такой куче все штормы Правда недостаточно штормов по викингам проходит Колоссов всех викингами Браток убрал, но По земле кокос убрал Братка и это минус все викинги Будут вообще, они не смогут Нормально, что же ты делаешь, браток Зачем ты поставил своих самолетиков Так сильно, а? ИЦЦ что-то болеет Это провал просто полный 149-14 А, это старый дроп от вратка Здесь проходит все еще Блин, как враток сейчас подрался Конечно, жестко Слил весь воздух Отдал свою базу Подставил просто Жесть По земле не хватило Но викингов много Отступи землей назад Все-таки либераторов нужно миксовать На самом деле сейчас без либераторов никак Минус меди лаги КСМ копилить пытается Шесть кадров строит кокос Очень много есть Нексусов Но почему-то не бустится Сейчас Так, бомба ядерная падает Прямо сюда Кокос подходит Отблинкивает юнитов своих Под ядерную пумбу Падать совсем Он что-то не хочет Правильно делает Здесь пилон уничтожен Гейпи отключенный Браток немножечко Откусил базы оппоненту И улетает сейчас А в это время Адепты под планетарку Прикроют Так, здесь кайрер Перлон свой выбивает Видит ли Кокос, что бомба сюда падает Видит, что бомба падает Рабочих не отконтроливает Правда По кайрерам Удар нанес Неплохо сейчас Бомба этой, браток В это время Еще разводы Кипы идут Далее Непс пытается Браток забрать Но давай Вот как вот сойдет И Непс забрать Не получится На мэне Кайреры Аннигилируют все Но братку нужно Во что-то воздушное Выходить Без этого никак Здесь гост на халяву Постреляет Штурмовичка Вырубил Браток Можно было бы Бомбить и бомбить Сейчас дальше Продолжение следует... Так, ну короче Какой-то фигней Занимается Протас Сейчас по-моему Сидит Ничего не делает Так, а что у Кокоса на воздуху, кстати, по грейдам? Три на воздух Атаки Армор воздушный Что-то не делают Не знаю почему Все троечки И ноль воздушного армора Загулялся Паша Гастом своим Что-то Главное Что 130 лимита У братка И он вообще Ничего не строит Я сейчас Не понимаю Почему Он бегает Что-то тут Дропается Везде Но юнитов Вообще Не строят В данный момент Все как минимум Странно Опять Бомба Ядерная Пошла Кокос Бегает Пытается Отбиваться Нужно Еще Бомбу Кинуть Сейчас Еще Бомба Наверх Пошла Медилак Подсветил Еще Какой-то Выход Небольшенький Такой У Кокоса Тут жестко 200 лимита Браток Там Строит Достраивает Еще Бомба Падает Может Сюда Еще Было Сбросить Тройной Дроп На мейн Прилетает 156 127 По лимиту Еще Одна Ядерка На верхнюю Базу Пошла Разводит Браток Пилоны Подбревает Роба Можно Сбрить Робо Бэй Сбрить Там Еще Пилоны Сбрить Я не знаю Браток Это и Делает Собственно Говоря Здесь Кокос Вообще Не контролит Минус Вся Экономика Просто На Той На Дальней Базе Запас По ресурсам Гигантский Грот Даркшайн Минус Еще Браток Браток Ну Е-мое Даркшайн Уже Готов Был Упасть Но Не Упал Здесь Еще Одна Ядерная Бомба Пошла Пока Это Здание Будет Жить Со Следующей Уже Нексус Упадет Конечно Так Гост Проявился Уже Я Говорит Не скрыт Совсем Пробок Подрезает Браток Да и базу Фокуси Конечно Что-то Тиропроц Вообще Не реагирует Не понял Кокос Серьезно Что-ли Так Не может Отбиться Или Он Прикалывается И Нексус Еще Последним Выстрелом Успел Добить Нексус Браток Сейчас 45 102 По лимиту И на 150 Пошел Куда-то Отдаваться Бомби Да Бомби Дальше Куда ты Бежишь Сюда Бомбу Тройной Дроп На Мейн Как и До Этого Кажется Кокосу Приуныло Все Это Движение Он Решил Аклик Все-таки Продемонстрировать Веселый Так Ядерка От Братка Пошла Оборонительная На Мэне Простимпатчиться Надо Паша Простимпатчился Кибернетки Падают Пилоны Падают Там Весь Продакшн Падает Вообще На Мэне Фактически У Ротоса Разгружает Браток Своих Унитов Выбивает Старгейт И пилоны Даркшрайн Тоже Решил Добить На 6 На 12 Прошу Прочень Часах Сейчас Начинает Добычу Понемножечку Мулами Здесь Потеряет Браток Так Че Фаржу Выбивать Да Выбит И пилоны На Гейтах Здесь Бомбится Все Бомбами Жестко Пилоны Браток Выбивает Соплайблок Можно Просто Сделать Можно Уже И гейты Выбивать На Стиме Можно Вниз Спускаться Старгейты Выбить Все Что Угодно Можно Сделать Браток Спускается Вниз Старгейты Начинает Выбивать Кокос Вращается Домой Здесь Не только Пилоны Можно И нужно Старгейты Выбить Надо Через Аклик Пилоны Плит Бикон Старгейты Надо Выбивать Пилоны Падают Соплайблока Еще Нет Угроз Ну Просто 200 И 200 Хочет Вперед Пойти Ядерки На Верхние Базы Пошли Есть Замес Пошел Викинги Летят Вперед Каррера В туловище Хотел Браток Убивать Но Что-то Что-то Его Развалил Сейчас Просто Кокос И Все Если бы Браток Смог бы Нормальный Лимит Отстроить У него Столько Баз Было Браток Забыл Про то Что Мулы Такая Тема Есть В Старкрафте Во втором Надо Было Накидывать Везде Ресурсов Запас И копить Просто Воздух Делать Грейды 3-1 Уже На воздух Есть Просто Нормальное Количество Викингов Там Планетарок Спереди Просто Их СМП Отсиживаться Вот От Ухрени Выбивать Просто Стараться Туреток Побольше Я не знаю В конце Конфот Здесь Улететь Теме Надо Уже В разме Наверное Идти Браток Тут 5-400 Наверное 800 У Какого-то Ресурсов Он Вообще Не тратит Никуда Викинги Даже В Кайреров Не будут ГГ Браток Лишет Игра Закончена 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 Так, кокос Лиссандра у нас. Сейчас я позвоню быстренько, ребят. Сейчас я позвоню быстренько, ребят. Сейчас я позвоню быстренько, ребят. Сейчас я позвоню быстренько. 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 Я позвоню быстренько. Я позвоню быстренько. Так, а что в сетке-то Ledger против 1-2 гг? Что-то не сыграли еще. Второй тур там что-то задерживается очень сильно. Не понимаю я. Ну что, кокос Лиссандра начинается битва. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Кривоват филд от Лессандра, не успел подблочить сталкеров оппонента, мог бы поймать одного, не дать уйти, но не получилось все-таки в итоге. Так, пробочка минус сейчас, адептик назад уходит. Минус адептик. В итоге, несмотря на этот сверх поздний пилон в начале, у Кокоса абсолютно такой же лимит, как у Лессандра. Сейчас единственное, что он настаёт на два рабочих. И тут фениксы летят вперёд, здесь тоже фениксы. Кокос прилетает и просто на халяву одного забирает, сам ничего не теряет. Водоверчаж лезть не стоит, но он продемажил немножечко, улетел назад. Здесь уже два астергейта производит Кокос сразу флитбикон стоит, а здесь армор у Лессандра сделается. флитбикон с одного астергейта, плюс сталкеры идут вперёд вместе с фениксами сейчас. Кокоса. Минус ну сталкера, оппонента и пробку. А видит обсервинг, здесь фениксы у Лессандра в больших количествах летают. И сейчас флитбикон достроится, рейндж будет заказ. Конечно же рейндж гораздо важнее, чем армор на такой стадии. Пробитый камень, сейчас будет рейндж, плюс атака заказана. Здесь фениксы летят вперёд, сейчас пробочку встретим с одной иллюзией такой во главе, но она одна особо не натанкует на самом деле. Через 20 только секунд будет рейндж фениксом готов. Видел сейчас Лессандра? Да, флитбикон видел, прекрасно. Смещается к третьему у них. Ну халяву две пробки подрезают, ещё кокос боится, почему он вперёд не вылетит сейчас. здесь фениксы пытаются на мейн залететь или просто хочет развести на рейндж фениксов сработать. Сейчас кокос прилетает, две пробки убивает. Ну блин, боится он очень сильно, что-то прямо оппонента. А что боится непонятно. И форжа пошла. В итоге воздушная война фениксов и фениксов начинается. Здесь у нас готов армор, атака не заказана. Третий Stargate рейндж феникс тоже пошёл. Здесь тоже третий Stargate ставится. Так, не получилось Mothercore подрезать. Ну феникс одного зато подрезал сейчас кокос оппоненту своему. Сейчас у Александра будет готов рейндж тоже и как бы уже ничего особо не сделаешь, скорее всего. Да не скорее всего, а ничего и не... Так, полетает кокос на рейнже, сейчас пытается подразвести, но только залп сделал. Даже одного феникса не убил и улетает. У кокоса, смотрите, вообще, конечно, ладно. Кого в дух в дух играет, мало сюрпризов может быть, но вдруг где-то Twilight будет заныкать. DarkShine, например. Дейстов аппсервера есть, а у кокоса нету ни аппти... Погодите, нет, у него роба есть, но аппсов есть что-то не наблюдаю, и ни одной фотонки при этом нет. Нет, есть один аппсервер, но он на базе у оппонента висит. А если что-нибудь к тебе придёт, например, в это время? Фениксы против фениксов. 17 лисандра, 16 кокос по фениксам. Но не получается продавить, убить. Здесь четвёртый нитус ближе к оппоненту. Здесь, наоборот, подальше лисандра ставит. Темписты у лисандра пошли. Феникса темписта. Вот это чё-то новенькое. Фениксы мазершип я видел такой вот переход логичный в пвп. Вот с этих фениксов переходят игроки в мазершип. Плюс земля. Кокос вторая воздушная атака пошла уже. Прикрыл кокос твоего аппсервера. Спалил темписта или нет? Да, увидел темписта сейчас. Принял бой, но был развален сейчас. По фениксам впереди кокос. Ещё два астергейта ставят. Кстати, вот темписты у кареров хоть ДПС хороший. А темписты у них ДПС вообще мизерный. Они по фениксам бонусов никаких не имеют. И реально, если фениксы вылетят вперёд темпистов, а они вылетят, и фениксы с ними начнут драться, то темписты вообще ничем помочь не смогут. Практически. Третья атака воздушная пошла. Здесь ещё три темписта вперёд летят. И фениксы ещё подстраиваются. Филисандра собрался под темпистами драться. Собственно говоря, здесь кокосом. Ещё и сентряет. Вардин шилп очень сильно, кстати, решать будет сейчас. Так, идёт вперёд. Один темпист, ну, очень демажный оказывается в итоге. Так, идёт вперёд. Так, идёт вперёд. И ещё, идёт вперёд. Удёт вперёд. Ах, идёт вперёд. Так, здесь штуки раза плутали Минусует их сейчас Лиссандра Продолжает давить, Кокос не пытается Бой принять, почему странно Ну, сталкеров очень много у него становится Сталкеры против сталкеров Фениксы против фениксов Таймварфы пошли, какие-то таймварфы Не знаю, что они должны сделать, что они вообще могут сделать По фениксу Вроде как по лимиту Кокос плюсит сейчас, Лиссандра наламывает За фениксами своими на фениксов Кокоса И, кстати говоря, по-моему, даже разваливают Но по земле это ничего не сделать Здесь сталкеры приходят, выбивают темпистов Отгоняют фениксов Здесь и не уйти ни к чему в итоге Минус воздух, минус инициатива Плюс здесь блинк сейчас будет готов Есть грейды Один грейд на атаку И на поля, то есть сталкеры Усиливаются понемножечку По пять фениксов подстраивается Сейчас еще плюс к воздуху Ну и по лимиту есть плюс 15-19 по фениксам Ну 17 сталкеров здесь уже 17 И они все здесь находятся Все, сейчас блинк будет готов И нужно атаковать просто идти Так, непонятно Сейчас вижу, Федит Кокос пришел и сталкеров без прикрытия Оставляет их просто по отдельности Громят отдельно от фениксов И в итоге как же поздно Фениксы подоспели сюда Фениксы уже ничем особо помочь Кокосу и не могут здесь Какой провал сейчас был с его стороны Ну это же просто чушь какая-то Пытается драться Вроде как неплохо дерется, но И даже побеждается Самое интересное Имморталы тут идут Что даются нам и у Александра И решил иммортал подстроить Нексусов много Но рабочих 55 Рабочих уже немного остается По 4 феникса стреляют Третья воздушная атака делается Здесь варпа новых сталкеров И тут уже сейчас Вторая атака будет готова Здесь на сталкеров Продолжение следует... Так, 19 сталкеров 19 фениксов, 12 сталкеров Прочь 14 фениксов У одного сталкера Очевидно, что Кокос здесь доминирует Ставит нексус прямо около оппонента Но это совсем наглость какая-то Сылается Кокос, непонятно, но он хочет перехватывать сразу в улетающих фениксах Но вот одного перехватил, уничтожил Армор уже на воздух делает Здесь до варпа сталкеров уйдет Я не понимаю, почему он стоит-то То сталкеров отдаст по отдельности То теперь стоит, не идет всеми вместе Вперед Что-то боится очень сильно Кокос, что он так боится Я даже не представляю И где вообще у Лизандра все войска? А вот они рядом здесь висят Все, ну наконец-то Кокос кажется не Не начинает пока Кокос двигаться Нет, все-таки вперед пошел Ну слава богу Будет бой-то вообще или нет, я не пойму Что-то боя пока не намечается, по-моему Что Кокос делать? Ну куда он полетел сейчас? Зачем-то он сюда вот улетел Улетел, прилетел уже 200 Сейчас будет сталкеров все больше и больше Третья уже наземная атака сейчас будет готова И все равно ничего не происходит Хоть убейся же Все равно ничего не происходит Довар в сталкеров идет Здесь довар в штурмяков, архонов Можно слить сейчас будет Три штуки С архонами может вперед пойдет Кокос все-таки Да, пойдет с архонами неужели Нет, не пойдет Будет за фениксами гоняться Ну, Кокос, ну что ж тут творишь Ну, Клопениксом у Лиссандра больше сейчас реально Но у него нету прикрытия земли Как у Кокоса такого Принимает Кокос бой И Лиссандра разваливает по отпуску, между прочим, Кокоса Ну, Кокос подлинкивается землей Отгоняет все нафиг 164.96 ГГ впечатляет Лиссандра Действительно это ГГ Ну, ПВП в последнее время иногда играют и корейцы через фениксов Есть такие у них билды, есть такие стили Действительно Действительно Дехожу в игру Действительно Так, сейчас я Поза у Лиссандра Что тут происходит Не знаю, что Ничего не пока не двигается Вперед Действительно Действительно Дальше Продолжение следует... 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 Так, заходит кокос, мы ждем, кокос создаст, позовет, наверное. Так, пошел онвайт от кокоса. Ну все, наконец-то продолжится игра. Так, пошел онвайт от кокоса. Поехали. Так, 1-0 кокос, погнали далее. Так, пошел онвайт от кокоса. Так, полу-выбевший. Опять ты фигней занимаешься какой-то. Разведка уйдет кокос, но не в том направлении сейчас двигается он, поэтому не найдет сразу оппонента. Здесь два гейта, и нужно кибернетку ставить сейчас. Здесь то же самое абсолютно. Так, запилил кокос пробочку Лиссандра сейчас. Сам едет вперед, понял где он живет, сейчас уж очень хочет он разведать судебу. Хотя нет, смотрите, вообще вперед не поехал. Интересный такой пилончик пошел. Для чего интересно. Два сталкера заказано. Первый минуточка запоздал, а здесь с адептов угоню. Ну и бустится тот, который позже был заказан, да, чтобы нагнать продакшеном первого сталкера. Два сталкера заказаном первого сталкера заказаном первого сталкера. Просто адептов. Адепты как-то здесь криво зашли сейчас, и в итоге один будет пой, но надо второго убить. Не убил даже одного красненького вот этого адепта. Сейчас кокосы отхлоп, конечно, что не убил. Здесь иллюзия заходит, но она телепортирует. Ну, куда рабочие-то поехали, чуть не понимаю. А, Лиссандра вообще недоконтроливает адепта. Начинает наваливать им по рабочим одного, вот одну пробку убил, в итоге, но это мало. А, Лиссандра. Так, пробочку тут Кокос подрезает одну На халяву Сейчас первый иммортал уже А нет, уже второй строит, первый готов Но сейчас будет прессинг идти, безусловно На Лиссандра И я думаю, что он этого прессинга-то, собственно говоря И не выдержит Ага, спалил оракулом Сейчас робо, спалил всё Оракул летит вперёд Иммортал сейчас будет готов Но на хайграунд-то не зайти здесь Печально Так Как выглядит, цвета надо менять был до этого Плюс сэнтри ещё строит Здесь грелочка первая у Лиссандра У Лиссандра рабочих значительно больше, чем у Кокоса Кокос ставит сейчас нексу старую Нужно, значит, добавлять Пробок начинать Я же не знаю, зачем здесь призма, может быть, нужна Ну тут пытался Кокос выловить юнитов оппонента Вот она халява В итоге ему два сталкера Сэнтриус ловил Лиссандра И Кокос отступает Сейчас просто-напросто Может получить вообще Получится печально для него Учитывая, что здесь ещё два ценных здания Рядом с оппонентом Они могут быть выбиты вообще, в принципе Ну, Лиссандра призму добавил Я думаю, что сейчас вперёд пойдёт Вторая грелка заказана Но соплай-блок неприятный Очень сейчас случился И грелка не будет подостраиваться сейчас пока В данный момент И выходит прям сюда вниз убивать Робогейт и пилон этот Патч вышел в игре Во время игры можно? Это как? Если ты напишешь, как менять Во время игры я обязательно поменяю Просто я не знаю Так, здесь призма пролетела Прохорасила Но вот грелочка подлетает И призму пытается С уверчаржем разогреть Да, Лиссандра разогревает грелку Грелкой призму Призма минус один адепт Из неё, правда, успел вылезти Но Здесь уверчарж Только одну пробку он подрезает В итоге игра совсем не в пользу Кокоса здесь складывается По рабам он на два отстаёт И по боевому лимиту отстаёт И на десяточку в целом отстаёт Суфот Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Гейз все-таки подрезал в итоге Александра Кокосу. Третий нексу ставит. У Кокоса блинк заказ. Вся ракул летает. На халяву тут все подогревает. В настройках игра. На наши зомби напали. Наш пилон атакован. Так, идет вперед Александр. Ладно, потом попробую с цветами заморочиться. Я, честно говоря, не понимаю, что там где значит. Паузу Александра просит. Паузу Александра просит. Паузу Александра просит. Не знаю, короче. Давайте игру смотреть. Что-то ничего не меняется абсолютно там в этих цветах. 95, 117 по лимиту. Кокос бегает рядом с центром. 50, 38 по лимиту. У Александра плюс 4 гейта. У Александра идет давить Кокоса. У него больше лимита реально. Грелочки очень жестко демош наносит. Сейчас 3 штуки. Кстати, Кокос пока держится. Сейчас блинк будет готов у него еще. Ну, блинк против грелок. Сталкеры, они так себе работают, я вам скажу. И особенно, когда здесь и морталы, и грелки по 3 штуки летают. Вот это, судя по всему, для того, чтобы как вот тебя будет видно. Там нейтральные, ненейтральные. То есть, ты можешь поменять, как нейтральные будут выглядеть цвет, который хочешь. Поставить цвет оппонента, который хочешь. Ну, остальные все цвета. Здесь много филдов. Реально, Кокос разваливается. Теряет талкеров много. Это 1-1, ребята. У Александра все еще есть здесь филды. Ждем третью, собственно, ждем ГГ и третью. Тут слишком эффективно. В два раза потерь меньше. Выбрать цвет, которым выделяется ваша войская страника. В мини-карте. Свои, ну, зелененькие, да. Ну, это к цветам другим никакого отношения не имеет. Которым выделяется войская страница союзника, который на мини-карте. Союзник и противник это не Ка-2 видно. Нейтрального. Вот нейтральные, кстати. Они, получается, ко мне все нейтральные. Не, вообще, это не то. Да, на земле взлетает вообще не то. Альтернативная-то. Ну, что, третья решающая руина Индиона. Продакшн выставляем. 1-1. Два гейта Александра стандартно. Есть уже два гейта и два газа. Там это настояло. Два гейта. Как-то долго у нас прям все идет. Пошел варп сейчас. И бустится гейтэ. Через адептов Александра начинает сталкер. Он заказан, но... Так, второй сталкер. Два сталкера после двух адептиков. Идет к силнаге. Здесь пробка стоит. Кокос вообще так будет уходить. Пробка и да, уходит. Подрезает все-таки пробочку. Адепты заходят. К третьему Нексу заходят. Есть два сталкера. Есть и два еще строятся. Пытается Александра развести здесь. Заходит. Адепт колхоз. Что-то рабочих берет туда-сюда. Водит. Два дрона минус. Три-четыре. Четыре пробки минус за раз. Не дрона, конечно же. Ну, какая раз. Рабочих пробки дрона. Это неважно. Пять рабочих сложностей потеряно. У кокоса. Это очень неприятно. Здесь ведь старгейт еще строится. А кокос тем временем выдвигается вперед. Строит старгейт на мэнни. Парабам. Отстает серьезно. Ну, если что это за выход такой пошел, я, честно говоря, пока не понимаю. Почему? Потому что Нексуса здесь нет. И чего этот выход должен сделать? Даже вообще непонятно. Нет, цвета это как бы для... Не для наблюдателя, а не когда стримишь, я так понял. Оракул здесь тоже заказан. Пиончик, да, здесь взлетает. Оракул, он ничего не подрезает. Здесь уверчашный пион не стал облетать. Вот так, с этой стороны летаться у нас. Пион подрезает. Нексус пошел. Лиссандра пока Нексус не ставит. Сейчас только он заказывает. В итоге позже еще закажет. Был отменен Оракул, заказан Феникс. Странно, что Лиссандра не стал ворваться. Он что, старгейта не видел? Увидел прекрасно. Ну, видя старгейт, надо было просто Фениксом... Стараться максимум рабочих убить и... И все, потому что он уже не жилец. Там Фениксы будут, если есть торгейт. Фу. Чего-то тяжко. Так, подрезал иллюзию сейчас. Кокосик. И начинает добывать Нексус. Чуточку пораньше, чем Лиссандра. Лиссандра нужно перевести все, помимо 16 пробок, на вторую. Вот он сейчас это делает. Делает он и блинг. Ну, в итоге тут сразу 11 пробок оказывается на второй базе. Здесь десяточка. Есть разница вообще минимальная просто сейчас. И у Кокоса Феникса летает. Ну, тут уже блинг есть. В этот раз не будет Феникса на Фениксе. То есть, кто-то вперед наверняка пойдет. Я так понимаю. Феникса летает. Все, готов в блинг у Лиссандра. Вперед он пока вроде как не собирается идти. У Кокоса Грелка и Мортлы там добавляются. Это неприятный момент очень такой. Третий что-то не строит пока. Пробивает камни Лиссандра. Ну, вот полиомета уже проседает. Смотрите, Фениксы рабов на Хараселе. Здесь строятся Грелки и Мортлы. Для обороны Микс просто идеальный. Причем с двух старгейтов Грелки, что самое интересное. Еще бы здесь плюс один за 100-100 заказать. И можно одновременно с установкой третьего Некса будет вообще вперед выйти. Так, здесь опять Фениксов. Один потерян. Ну, там, по-моему, какого-то рабочего, может, одного подрезали сейчас. Так, все правильно делал. Лиссандра подошел поближе, подвлимкнулся под Фениксов, но не смог забрать. К сожалению. Сентрю подлезает сейчас, которая отстала от основной группы Сталкеров. А здесь прессинг идет, пилоны добавляются. Лиссандра хочет пропушить. Но проблема Лиссандра в чем сейчас? У него нет юнитов, которые здесь затанковали бы. Один делок и все, как бы Сталкера с М3, все, больше ничего нет. Приходит, пилон выбивает сейчас. Ну, Гвардиан единственный от Грелок очень неплохо помогает. Но, с другой стороны, как сюда, ну, как сюда, блинкаться агрессивно или что делать? Еще драться вот так. Вот, Иммортлов подпустил близко. В итоге Грелки на разогреве просто разваливают. Снизу Иммортлов с Гвардиан Шилдом просто саппорт великолепен. Причем, Гвардиан Шилд ведь и на Грелок распространяется. То есть, все там с плюс 2 армора, жесть. Просто Кокос разваливает Лиссандра, и нужно идти добивать. Посмотрите, здесь очень жесткий микс. Надо просто юнитов наземных подварпать к этому всему делу, и можно убивать эти. Влог вообще не выиграть никак будет. Пробивает Лиссандра пилончики, и двигается вперед. Так, минус пилона. Здесь контр-вырыв на Сталкерах. Но проблема в том, что да, эти Сталкеры для размена хороши. Они, ну, их не догнать будут, ничего не сделать. Но Лоб не сможет драться просто-напросто Лиссандра. Ну, никак против оппонента своего. Здесь 2 Оракула строятся у Кокоса. Зачем ему 2 Оракула? Это я не могу понять, если честно. Здесь одна грелка, три Сталкера и Морклы есть. Это уже практически достаточно, чтобы этих Сталкеров выбивать. И здесь, между прочим, у Лиссандра скопилось много. Так, Дюхмазеркор готов. Делки плюс пробки принимают бой. Телепортируются домой сейчас, в общем-то, у нас Лиссандра. Кокос пытается уйти. Нужно телепортируется Кокос домой. Лиссандра пытается уйти и уйдет, скорее всего. Блин, какой-то ивейший блин сейчас 2 Сталкера. Мимо вообще вот сюда подойти и в 7 БН просто нажать. Это не так уж трудно было сейчас нормально блинкануться. В итоге у Кокоса лимита меньше. В рабочих 26.45 на 20. Но экономика лучше значительно. Вот если бы сейчас побольше добавил в Александра архончиков, а он, кстати, и будет побольше добавлять сейчас архончиков, не надо никаких нафиг Сталкеров, хотя газа мало. Здесь бы пару-тройку архонов и уже против этих грелок можно было бы противостоять. Два оракула сейчас залетают, и оракулы сейчас сократят популяцию рабочих, которых прямо слишком больше намного. Ну, не сильно сократили популяцию рабочих, но, тем не менее, ближе становится по ровам количество сейчас. Опять архончиков прилетают. Опять разваливают. Александра опять куда-то вперед поломился. Казалось бы, Кокосу надо ломиться. В итоге просто два оракула переворачивают ситуацию. Кокос никуда не ломится. Александра сам ломится вперед. И для него это очень важно сейчас, как этот налом пройдет, потому что без нормального налома тяжело будет ему выиграть. Минус пилон, минус гейт сейчас будет. Заходит Александра сюда делков очень много, но они без чажа, что вообще фейл на самом деле. Вот грелки, я говорю, архоны против грелок решают, но не один архон против такого гигантского количества грелок, а грелок уже девять штук, сейчас десять будет. Десять это реально много. То есть, сталкеров они жарят, просто нужно будет нажать Е, включится разогрев, и все, это минус сразу будет все сталкера автоматом, если по земле зелки с архонами не продавят. Так, оракулы все здесь еще летают. Пытается ли Сандрик поймать их? Ну, рядом же ходил, но не видел. Подблинкнулся, одного-то точно подрезал. Ну, что тут один оракул сбить, как бы это тоже не зарешает в игре, но нужно всегда по чуть-чуть преимущество как-то отжимать, там чуть-чуть и оракул сбить нужно, и экономику раскачивать, и архонов варпить, все нужно делать. Шторм пошел. Шторм, конечно, хорошо работает против стэчных воздушных юнитов, против Сентрии, против грелок. ПВП тоже. Так, где фейтбэк-то? Ну, и что это было? Успел зафейтбэчить, но один тиштормовик погиб. Оракулы быстро его уничтожили сейчас. Нужно... Вот эти уже нет смысла держать тиштормовиков без энергии двух. Нужно сливать сейчас абсолютно точно, как бы, вархонов вот этих. Этого оставлять с 50. Хотя, если атаки не пойдет, можно и не сливать, в принципе, да. Как бы это уже... Это уже зависит от того... Да, я понял, что темплар не убили, но его восстановил. Какой-то камень тут пробивает. 173, 139, 51, 40. Парабам, еще плюс 3 грелки. Ох, как у сугрелок-то столько. Главное, я настроил. Вот тогда фейтбекона нет, хоть армор первый сделай-то на грелке. Я не знаю, грейды вообще отсутствуют. Здесь плюс 2 у Лиссандра, а здесь одна атака воздушная. То есть, если достаточно земли построить сейчас Лиссандра, он развалит в хлам. Единственное, что ему нужно сейчас, это больше архонов здесь. Все, архоны против этого микса идеально будут работать, пока нету дестабилизаторов в особенности. Еще один архончик идет вперед. Грелончик сзади запилен. Тут иллюзии архонов добавляют. Так, грелки. Получаю что? Грелка минус одна, грелка минус вторая. Пока нет ничего, не минус вторая. Идет вперед. Кокос сейчас. Лиссандра принимает бой. Да, Варф, Талкер. Идет 146, 176. Полиомет, 30-ка разница боевого. Есть первый дестабилизатор. И сейчас он уже может такой залп выдать здесь, что просто жесть будет. Где он там дестабилизатор? Штормы в молоко вообще в никуда. Стреляет дестабилизатор. По штормовикам, кажется, хотел попасть Кокос. Все, шторма не хватает. И грелки просто на клики унижают через Ешечку. Было чуть больше шторма и архонов. Эти грелки, вы видите, сколько хп. Они были уничтожены. Френд против Кокоса будет биться за кот. Умилка ждет победителей боевого эмотика. Это была нервная серия. Кокоса будет жарие. Звучит. Френдを бросriver. Чтоба френд. Левая белки вернет. С crises того, что хорошолось переверافит от него. Тона и перетры 보시면 револetta. Норматив император. Кокоса будет с diretiva даже Golden и Южный. Еще замечательный текpleиком. Так, сейчас, ребят, я отойду, что-то мне уже очень давно уж хочется отойти, но я все терпел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я снова здесь и ждем продолжения. ДимаTorzok ДимаTorzok Да, цвета надо, конечно, чтобы меняли, а то какие-то цвета провальные были сейчас. Так, ваш AllEnvite Кокос против Фрэнда будет, ведь сейчас это ПВЗ уже будет. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 кокос против френда это его никнейм memory прик надеюсь что за это время другая часть сетки тоже подойдет все я хочу уже заканчивать ближайшее время я еще часа полу наверно постримлю массу хочу помогать зайти в варёк маши черешни или что-нибудь она заболела вот сегодня ну и домой пойду то есть по обстоятельствам вы можете смотреть при может быть это даже последнее что я постримлю на сегодня этот полуфинал такс пошла охотка здесь через два гейтау как усопнет ну посмотрим чему это приведет сейчас от френда и и и Продолжение следует... 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 Так, ошибка сейчас от Кокоса Куда он вообще адептами этими телепортнулся Я не понял Это вообще жесточайшая сейчас ошибка Филд кривой На мэне тоже сливается В итоге не там, не там Ничего не получается ему сделать На двух базах живет Здесь просто гигантский пуш Намечается королева реводжера лингов Со стороны френда Без лейера То есть можно было бы гидрой отбить И легко Но гидры нету и призма сбита оказывается Вот это фейл И королевы идут через проход Через этот узкий вместе с лингами А почему бы было бы не обойти Через другое направление Здесь с антрис с адептами окружены Пробивается филд Надо заходить просто френду Что он и делает Врывается сейчас Сюда филды неплохие Линги заблочены Так, фаерпула на пилон падает Но пилон очень долго живет И будет пока жить Линги все новые и новые строятся Пилона 2 уже падает Сейчас вообще все отключено Вообще рампа вся Два гита отключена Продакшн И файлайт отключен Ну, файлайт, правда, ничего уже не делалось Но это не помогает Сейчас капусту Фрэнд его просто минусует В первой игре жестким пушем Файллы по минеральной линии Пробочки минус Королев много Реводжеров много У него просто вообще ничего нет Минус Капусту Продолжение следует... Хорошо, ну и заходим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Милка с мотиком, кстати, биться будет Так, секунду... Так, секунду... Ну что, продолжается здесь движение Пробочка Выходит на вторую базу Гейт, газ Ниццу, соответственно, здесь будет сейчас запилено Интересное расположение третьей хаты Спалил, причем Это все сразу кокос А зачем третий именно там? Ну это как такой Аэродром подскок, я не знаю Слинги пробегаетесь На слизи еще ускорение получают И сюда быстрее добегаетесь Только так, я не знаю Это для какой-то агрессии, видимо Добавляем со мной Ниц成功 Добавляем со мной Продолжение следует... Возвращение следует... Так, пилон, он тут какой-то тип застройки, а, застройка вот здесь, вот у кокоса, но здесь мне это тоже больше нравилось всегда делать, чем ближе к Nexos, но это Ходз был и в Ходзе оверчаж был с гигантским рейнджом, один с Nexos он до сюда доставал, а сейчас-то как бы вот если сюда придёт что-то, нужно пилоны ставить, и всё доставал, поэтому есть плюсы и в этой застройке, перед ней можно пилонов навтыкать и как бы их превратить в фотонки с помощью оверчажа, улетает овер, кстати говоря, у этого, у Френда, и сталкер уже не успевает подойти, и всё, овер улетел, так, 1-0 здесь ведёт, Френда Так, ну что-то, как у Соракул полетел Вперед, здесь, кстати, нигде нет спорки Ни одной у Зерга И это не очень хорошо, на самом деле Вот только первое заказано Здесь всего одна королева на второй базе Оракул прилетает и по рабочим удар Просто жесткий сейчас получается Уже минус просто 7 рабочих, 8 И Оракул сейчас еще на мэне подождет 10, 11, это ГГ практически Зерга В такой ситуации 26, 40, барабам Просто дичь вообще 11 рабочих уничтожено Одним Оракул Не, ну это перебор Так, ну судя по всему Здесь точно будет 1-1 Так что смотрите, если готовы, начинайте играть Если кто-то там что-то там ест Матвей говорит Там может быть и там К вам я успею ворваться еще На секре еще Привет Спасибо Дела хорошо Лето, да, наступило И жарко у нас последние 4 дня В 28 было Вчера 25, у них 26 Абсолютно летняя для наших краев погода Какая лето не всегда бывает Здесь линги накидываются Адеппу сгрызают Адеппу 4 успевают Если портнуться на вторую базу Дрончики по ударам Нет, тут линги Адеппы размениваются Ну еще несколько дронов Минус Ну тут все в итоге У нас совкакос 32-48 В итоге парабам Лингов все больше и больше Здесь строится Королевы бегают рядом Ну хоть один бы крип Тумор поставил Чтоб отсюда-сюда Хоть крип был Я не знаю Когда база так строишь Нужно и здесь, и здесь Чтоб вообще соединено Все было крипом Тогда быстрое движение будет Так, линги прибегают Лингов Так, 40 лимита лингов Это много 80, не 50 лингов И там Королевушек Боевый лимит Забываем Постоянно, что Королевы бегают Боевый лимит Так, линги грызут Адеппу Линги грызут Пилоны с оверчажами Сгрызает И адеппу Пилон Но 2 оракула Прилетает Сентри Все это отбивает Так вот Скажу И в легкую И линги все гибнут По потерям 2500 Потери одинаковые Посчитывают Сейчас линги Подгрызли И уже практически По эффективности Размена вровень Стало Все Коготь пошел Здесь 39,50 Парабам Что-то боевого Много У Фрэнда Он в стиле Минато Сейчас действует На самом деле Что-то боевого Ну, вообще, по прогнозу пишут, что, ну, там небольшое похолодание дальше будет, как бы, в следующие дни по поводу погоды, но вообще там в начале, где-то через неделю чистые заморозки даже должны быть, то есть будет вообще переход жесткий. У нас иногда бывает такое, что весна просто жаркая, очень такая, как сейчас, а потом, бах, и летом голимая, там, 10-15 градусов, дождись в то время, ну, северо-запад, здесь вообще 75% дней в году, пасмурных обычно у нас, то есть светлые такие, это редко бывает аномалия, типа, вот, как в 10-м году, ну, в 10-м это вообще катастрофа, там 37 было у нас, тоже там, ну, это жестко. В озере рыба, которую разводили, переумирало всей мальки, как бы, температуры воды такого никак не было, так что такое тоже не нужно. КГ, я просто не знаю, наней-наней. Захожу к кокосу. КОНЕЦ 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 Решающая игра у нас, 1-1, погнали. Мороз, карта. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в первую половину июня. Может, и не будет, конечно. Так, твайлайтик на марине у кокоса. Ну, явно не для блинка, я думаю. Что-то тут проверяет, как кокос бегает через шип. Продолжение следует... Так, есть три сборки. 35-35 парабам, что больше не строит дронов, как ни странно. Френд, в этот раз он не делает ни когти, ничего. 18 лингов у него есть. Собирается тринетинексу не давать ставить. Любимая карта, как у меня нету любимых карт. Я сейчас очень мало играю, но карт много прикольных есть, а какие-то мне не нравятся. Всегда были нелюбимые, да, там какие-то. Ну, в последнее время такого не было, что какая-то отдельная любимая была, не знаю, даже когда играл. Так, открываются гейты. Готова скорость атаки адептам. Гейтов 4 штуки плюс там 5 и 2 старгейта ставятся. Сейчас адепты ворвутся, плюс потом фениксы будут решать здесь. Адепты заходят с хайграунда сейчас, к Зергу. А зачем с хайграунда? А, ну сейчас линги, кстати, побегут. Нормально. И рабочих завалил, и лингов на халяву тут тоже развалил. Дворучек, всё, что есть. У Зерга сейчас нужно врываться. Адепты телепортируются, линга подрезает. Сейчас как-то с лингами хорошо здесь дерётся. Адептов заводят на мейн, я так понимаю, сейчас он. Да, на мейн они заходят, и здесь их абсолютно нечем встретить. Начинают они рабочих через Аклик разваливать. Рабочих уже, что-то, наверное, 6 уничтожено. Ой, 12 дров. Но это в общей сложности 12 потерь, но я имею в виду, там адептами было развалено. Так, телепорт на 2 базу. Почему на 2-ю-то? Можно было сейчас королеву спокойно с лингами забрать. Зачем пришёл на 2-ю отдаваться? В это время на 3-е адепты просто тоже начинают разваливать план. Телепорт уходит. Куда адептики? На мейн уходят адептики. Но тут что-то забегался немножечко. Кокос, по-моему. ГГ, пишу. Фрэнк Хокос проходит финал. Это предрептилоид. Ну что? Второй полуфинал надо пилить сейчас. Продолжение следует... Так, пошёл инвайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, всё, я здесь, ребят Продолжаем смотреть отборочные Бабролиги Второй полуфинал за квоту Первую квоту получает Кокос у нас выходит Френд будет биться в матче за третье место, за последнюю квоту Так как их три Так, Матвей против Милки и Милка Протос синий в правом верхнем углу Матвей в левом нижнем, соответственно Чарлик, чё ты там? Так, второй Нексус у нас строится Второй пилончик ставится рядом с мейном Гейт один пока что у Милки Но это гейт, не Кибернетка был, бил, соответственно Здесь у нас реперочек летит вперёд и Реактор ставится Да, чё-то чарлик там размушевался Так, ну что, реперка тут принимает Милка Уничтожает адептикам сейчас Второй Нексус понемножку начинает раскачивать В следующий же пять пробок здесь сейчас начнём добывать И Твайлайт ставится, причём видел тирана Твайлайт? Нет, ничего он не видел И Флинк пошёл Компании перепроходить Пока не планим буду перепроходить Компании, но наверняка, когда будет свободное время Компании перепройдём Субтитры сделал DimaTorzok Так, инженерки Пошли две сейчас Для грейдов У мутика Мулы на вторую кидаются Это ранний стим и ранний выход Получается с двумя медиваками Будет возможно даже не выход А вылет Так и есть, 15 мариков По этому билду выходит Но подождал здесь мотик немножечко И 16-го посадил Старпорт с реактором Но почему-то не делаю А, ну газа пока нет Да и минералов особо нет Минки здесь заказаны Первые два медивака дропа Потом переход соответственно Здесь у нас сталкеры уже с блинком Но против 16 мариков Со стимом они не смогут нормально подраться Так, а в сервер вылетает сейчас И когда он тебя разваливает И когда он тебя разваливает Ну и если бы вот сейчас Мазеркур оказался вовремя рядом То есть сталкеры были рядом Если просто по одному сталкеру Минка блинкал Он бы вообще колоссальное преимущество Заполучил бы И так рабочих почти на десятку больше И цсшка только-только у тирана заказана И так преимущество очень серьезное Но могло бы быть оно еще больше А это было бы уже катастрофа Конечно для тирана И так ничего хорошего нет Плюс гейты пошли Почему-то после блинка Не заказана скорость с атаки адептом Хотя сейчас можно было бы С блинк с сталкерами адептами Идти уже в контратаку Здесь принимает на второй базе Дропщик у нас Минка на мейне Уверчаж выставляется раз Уверчаж выставляется два Минус мазеркур Минка делает залп Медиваки улетает Одна минка копается на вторую базу Успели адепты с рабочими ее подрезать Но обсервера чуть-чуть на мейне не наблюдается Рабочих вот-то невероятно далеко были уведены сейчас Поэтому пока вернуться сюда Это время пройдет Сталкер стоит на минке И сейчас и рабочих нельзя сюда привезти Вот в чем прикол Нужно еще и со сталкером быть внимательным Чтобы увидеть Когда же эта минка прицел возьмет сталкера Хорош, минка, успевает все сделать Кстати, рабочие сразу возвращаются на добычу На газ выделены по три Это все четко было И призма летит вперед Но так и не заказана скорость таки адепты Но зато 2FJ Робобой пошел Уже в колозке, я так понимаю, будет у нас Еще двойной дроп от мотика летит вперед Причем-то ццшку в наглую Он вообще не грейженую переводит сейчас Так, вылетелся Мазеркор, здесь дроп пошел В котором три минки Плюс марики сидят Адепты прям под мариков Тимпачных Это ужасная ошибка Дропчик и на мейн минок идет Мотик что-то тут разводит Минку очень жестко Залп минки делал Парабам уже просто проседает Минки вроде как выбивает Здесь уверчаж Который пытается здесь все отбить Но одним уверчажем все не отобьешь Минки копаются Сейчас по адептам будет Бабах жесткий И еще один бабах В итоге просто катастрофа Убросится везде происходит Вот это называется Когда ты сидишь Оборонительно играешь И не можешь нормально отбиться Ни фотонок, ничего у тебя нету Прилетает тиран И просто разваливает тебе кабину Здесь залпы Минус еще три пробки По иммортлу Тоже досталось сейчас очень жестко Но еще пока просто не проиграл Хотя уже идет выход И выход очень опасный Правда без либераторов Только с минками То есть теоретически этот выход Еще можно отбить с таким лимитом Двадцатка разница Возвращаются рабочие на мейн Второй на третий Здесь 125-147 по лимиту Так, ну здесь вот, кстати Я бы не сказал, что провальные друпы Потому что тиран разменялся Все-таки спросом Но сейчас Милка грамотно Отфокусил дроп Который был с полой То есть здесь лимита Сразу минуснулась Но минки на мейне остаются Здесь не пить Какие просто дичь Дикие выстрелы идут Здесь надо как-то выбить их А выбить нечем Апсервера здесь нету Здесь три мародера Бессмысленно дропать их на эморф Минки перекапываются ошибочно Сейчас они перекапываются Погибаются Выход идет опять же В лоб здесь пытаются Просто как-то выдержать Два колодца первых готовы Без рейнджа вообще Колосса И рейндж вообще Еще даже и не заказан Так, Милка прям под сталкером Закопалась Блин, как здесь Жозенько все Апсервера Милка Вот за воду Прям над фотонкой висит Говорит, давай фотонка Я типа могу обнаруживать А то ты тоже детектор Я тоже детектор Вместе весело Как бы Вот Здесь четвертая Цэшечка уже Короче Тут мотик уже С рейндж-либератором Заказ 3-3 грейды Тут одна атака Всего укропа Милка так и не заметил Что колодцы Без рейнджа А это Очень-очень плохо Они и с рейнджом Сейчас не так уж Жестокие Как раньше Минус 2 раба Минки Еще раз Дропнулись И на второй парте Минки Блин Поздно Надо сразу Уверчаж ставить Как-то Милка Реакцию Плохую Демонстрирует Сейчас Уверчаж Живовремя Не выставляет Если сейчас Планетарка Будет Мародеров Космическое Количество Вообще Без мариков Причем У тирана Микс И как Без рейнджовые Колоссы Сейчас Заходят сюда В количестве Трех штук И еще Четвертый Где-то Сзади Там Подходит Заметил Минка Что колоссам Рейнджа Может что-то и получил Если бы сделал Но сейчас 200 Да нет 200 160 Подлибераторов Пошел Колоссы За поезд Колоссы Огревают Моментально От мародеров Просто Мотик Сразу же Тут все Отпуксил Лага Супс Два колосс Подставили Сами На ГВП Милка Пишет Вторую Игру Ждем Продолжение следует Приятного С bend Семен Пишет Семен 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 Продолжение следует... 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 полетели иллюзии вперед арабул вперед летит, есть тут минка в минеральной линии, да, есть одна, прилетает милка, жгет, молодец, жгет факту уничтожил 3 ксм на газе ну и все, собственно говоря, 10с готова короче, демеджа почти не нанес, но пытается выйти опа, пытается кокоса повторить билд сейчас как кокос играл против братка в темпе стов, соответственно, но посмотрим, будет ли Матвей к этому готов, Матвей билд в ранний стим сейчас идет стим плюс танки Второй Stargate, при этом Два Лекса, я не знаю, первым Темпестом Не вижу смысла лететь вперед, то есть Надо бы второго построить сначала Для того, чтобы Хотя бы ваншотить рабочих С одного удара убивать, а Милка куда-то летит вперед, в итоге сейчас Он спалит свою Темпеста и просто Будет настроены Судя по всему эти Так, Ревелейшн кидается на Циклона Циклон уходит, то есть будет Настроены Викинги и Темпест будет Уничтожен Приходит маленький Темпест Улетает подальше Не может Темпестом мелко попасть По рабочим уже дэмэджинам Здесь улетает Темпест Еще два строится Тут уже Викинги, сначала один строится Там еще два будет заказных Второй Старпорт пошел То есть для Тирана напряга пока нет никакого Ну так, Марики тут погибают Конечно, по чуть-чуть, но Ревелейшн Вот лучше на здание кидать, чтобы рабочих было видно По немножечку Марики падают Второй Темпест прилетает и третий строится Но просто Сосоплай блок сейчас И в итоге дальше до заказа нет темпства Вообще пилоны добавляются Буст один вообще в них Кстати, только один Старгейт бустит Но ошибки ужасные, конечно Просто ужасные То есть, во-первых, надо два Старгейта обустить Здесь буст никуда Три Темпеста неэффективно в одну КСМ Пострелять, надо двумя в КСМ Пострелять одним через атаку На местность, видимо, атаковать Один Темпест падает Стальные отлетают Ну, три Викингов, три Темпеста драться не стоит На самом деле Темпесты тут начинают наваливать жестко Ну, Матвеевич это больше, лимита намного Викинги еще строятся Второй реактор под второй Старгхорщ По четыре Викингов будет Продакшн, соответственно Морики со Стимом Ну, пока вперед не идут Минеральное время его напрягает Хорошо, сейчас еще плюс два Темпеста вылетят Викингов три плюс Сейчас еще четыре вылетят Семь штук будет Ну, семь Викингов против пяти Темпеста Все равно мало, как бы Если бы еще атака была бы на Темпеста Так вообще бы это жестко было бы Еще два Викинга заказано Мулов надо побольше выкидывать сейчас Газ падает Надо под прикрытием Мариков Вот этими Викингами вперед лететь И стараться убить Темпеста Мариков пытаются сагрить здесь Милка Но Марики не хотят подставляться-то особо У Викингу залкнуть, но вычинить срочно И не двумя КСМ-ками, а большим количеством Так, еще Викинги заказаны Темпестов Пять штук они продолжают Вот сейчас надо идти вперед Сейчас будет 11 Викингов Они пять Темпестов развалят К чертям собачьим вместе с этими Мариками Я не знаю, что сейчас боится Мадвей Просто пяти Темпестов боится висеть Ну, когда нападать-то надо будет Ну, шесть уже, семь уже Темпестов здесь Ну, досиделся, что тут? И что сидит-то? Что ждет-то? Я не понимаю Третья ЦЦ-шка здесь достраивается Что-то ждет-сидит Не знаю, что здесь сидит Тиран ждет Плюс один на воздух Просто, если я дождался Все, один Викинг плюс привался Все, то есть 11 было Надо было с 11 идти вперед Темпестов уже девять штук Все, уже теперь ничего и не сделать будет вообще Сидел, что-то ждал-ждал Что ждал-сидел? Хрен его знает Не понял я сам Так, по Викингам залкнули Марики Прикрывать, два Темпеста падают Но у Викингов падает Ним сейчас больше, чем два Естественно Еще третий Темпест подрезается Ну и что, у Викинги дерутся Марики вообще не помогают им ничем абсолютно В итоге Темпестов шесть остается А у Викингов тоже шесть Ну и в итоге они не способны драться В таких количествах Темпестами Марики опять же симпатисты Прогоняют Темпеста По чуть-чуть дэмэджа Внесли сейчас своего Так, одного Темпеста дэмэджа Но он фокусил Матвей Еще одного пытается Вкуснуть Ничего не получается Два Викинга остаются Убежит заобудил Все-таки Милка, кстати, полевит Это в плюсе уже Все-таки заобудил И продакшн выбивает Все, у тирана проблемы Вместо того, чтобы подраться вовремя Матвей что-то сидел, ждал Викингов нормально в итоге не строил И вот вам результат Это ГГ Это 1-1 Скорее всего Так, Марики пошли вперед Темпесты вылетают на оборону Сейчас Темпесты с плюс 1 Пробил Милка камнем Матвей подходит Темпесты здесь По-моему, уже можно Землей просто отбиться А темпестами идти было бы убивать Блин, это темпесты Марики заходят Бесполезно Они сюда заходят Задача тирана против этого билда Не дать скопить Вот такое гигантское количество темпестов Все Либо в начале К1 темпест прилетел Надо какое-то решение было Принимать тирану Либо потом Когда вот Самый момент Кулукой был К11 Винник Все Там 11 винник И он плюс Марики Против 5 темпестов Развалил бы вообще в нафиг Если бы сразу пошел Но сразу не пошел 117-89 Пытается восстановиться Как-то Матвейдис Но ничего не выходит ГГ 1-1 Третье решающее Матвейдис 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 Ждем инвайда Ждем инвайда Матвейдис 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 Так, где там Милка-то, я не понимаю. А вот заходит, вроде, Милка. Не знаю, что такое Грейгу. Не играл. Милка-то. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребятки, храм в Альдах у нас карта. Гид Газ. У Милки, соответственно, Гид Газ нету, наверное, будет. Идет в разведку. Здесь похоже на Рипера бил сейчас. Продолжение следует... Так, ну что, барак пошел второй. У Тирана. То есть, это билд в ранний Steam получается, опять же. Вылетает Mother Core. Оверчаж не поставил и хорошо, потому что поздно уже было ставить. Там буквально какую-то секундочку был в раннере Оверчажа Рипер. Потом быстро вылетел из него. И факта строится, да, для медилаков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один-два. Два гейта заказано сейчас. Все, минус Рипер в итоге. Так, Twilight со скоростью атаки адепт. Плюс плюс один. Роба почти готова. Но посмотрите, как криво все получается. Это адепта пуш. Но призма уже должна по этому билду сюда лететь, как бы, и варпать. А ее физически просто здесь нет. Заметил фаржу сейчас у нас, соответственно, Матвей и Плюс и Twilight. То есть понял, что это адепт, скорее всего. Но не видел Роба. Он готовится дома, сидит. Нету этих либераторов. Ничего такого нет сейчас. Гейты добавляются. Гейты открываются. Нужен новый варп тогда проводить. Нахрена-то строят вообще 55, 86, 31 лимита в плюсе. Вот уже 35 лимита в плюсе. Еще два пилона. Блин, Мил какой-то идиотизм полный сейчас делает. Вместо того, чтобы варпить юнитов и нормальный лимит увеличивать сейчас продакшн, он строит пилоны вообще в никуда. Даркшайн это, конечно, хорошо. Но что эти Даркшайн будут делать? Я пока не понимаю, какая его роль будет, если честно. И похоже, что здесь уже ничего не получится Милке сделать. Я не знаю, может быть, Даркшайн, конечно, что-то сделает. Я уже очень сильно сомневаюсь в этом. Все, прилетает Милка. Раскладывается. Призма еще от этого варпица, 84, 87. Но посмотрите, как получается. Им нужно врываться прямо через рампу. Какой сейчас шанс мог бы быть? Сюда завести, например, Дарка одного-двух на танке с хайграунда и варпануть. И потом еще адептами в лоб ворваться. Вот это было бы круто, на самом деле, если бы так получилось исполнить. Плюс еще два Зелка можно варпануть сюда. Так, два Дарка, два адепта. На танке сейчас просто ворваться. Сюда иллюзиями подлететь к бункеру. И вообще все замечательно будет. Так, Дарки варпица сейчас. Там дуретка есть под применение. Это до свидания. Это домой, это ГГ, походу, делал. Не знаю. Вместо того, чтобы... Посмотрите, вот что за идиотизм. Под танк адепта, Дарки сюда. Наоборот, Дарки танки. Дропаешь одного райт-кликом, второго райт-кликом, они очень быстро танки подрезают. Привет, Каспер. Так, бараки добавляются. Здесь у Матвея 109, лимит на 88. Плюс два и блинк у Милки продолжает строительство пробок. Ну, хоть не отдался помощь. Здесь продолжение какое-то логическое хоть есть. Но здесь выход будет очень серьезный сейчас. Плюс два реактора зачем-то на барак. А, ну три реактора, две лабы, в принципе, да. Шесть Мариков, два мародера, да. Раз, выходить будут. Танки летят вперед вместе с Био. С бункера Мариков не усаживаются. Матвей. Ну что, идет прессинг 127-113 по лимиту. Дарка как раз-таки вот сюда вперед и надо послать. Пользователь Зазорк активировал премию на Вашкана. А Милки у вас будет наоборот. Ну вот это ошибка еще. Спасите Зазорк. Что-то сегодня вообще мертвый в этом плане. Молчит. Мужичочек. Ну что, принимает бой сейчас Милки. Кстати, бой принимает, по-моему, даже удачно. Дарк очень сильно подрешал. Но кривые, тут кривой контроль. Дальше идет. Сталкеры отдаются, все отдается. Блин, так круто вначале дрался. И потом так позорно все вместе водил. Что-то там вообще непонятно, как это Милка сейчас водил. Все вместе. Четыре Дарка, десять. Можно слить Аркона, блин. Две штуки из них. Что и делает, то и Милка. Четыре танка. Мотик здесь. Есть же блинк. Ну блинканисты, блин. Побольше сталкеров. Варпани по отблинкался и все. Ну нет. Ну что, не так. Не четыремя, конечно. Это я говорю не про четырех. Конечно, когда больше сталкеров было, там за миссией надо было. То есть надо было грамотно. Все разваливало. Адепты зачем-то сюда пошли. Адептам просто через Аклик надо было заходить иллюзиями одновременно. Сюда блинкаться в бок с сталкерами под танки. И еще что-то выводить в этом направлении. Милкорычек там бегал туда-сюда. Растерялся в битве. В итоге проваливает ее. Хотя казалось так круто прямо. Он расконтроливал там. Но в итоге расконтроливал, расконтроливал. Да не расконтроливал. Есть же КСМ. Причем это улын от тирана, между прочим. Ой, сколько здесь лимита нам есть. Тирана больше ничего нет. У него две базы и все. Включи ошибки были, конечно, у Милки. Но, как я, вот мне кажется, значительно лучше Милка играть стал, чем раньше. Потому что раньше как-то вообще. Сейчас уже близок котик к проходу это радует. Приходит Маквей и ставит лошку в этой игре. Здесь уже ничего не сделать. И еще юнитов до тикания идет. Так, ребят, ну что я всех приветствую еще. Вот. Так, ребят, короче Время позднее, я пойду домой Потому что у меня и дочка сегодня приболела Да и подустал я, стрим с 12 часов идет 9 часов уже Данную запись выложу на YouTube Я завтра, я думаю, выложу Сейчас мышку хочу забрать, поменять Там на другую дома Потом комп будет маме не выключить Возможно, как бы вот Короче, всем спасибо за внимание За поддержку, большое спасибо Приходите завтра в 12.30 Завтра будет GSL Кода А, день 3 Вот такие вот дела И до встречи Последний матч за третье место не буду стримить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok